Когда я зарегистрировался в сетях, в первую уже попал, в какую-то социальную сеть, я, конечно же, не стал сразу активным блогером, я стал присматриваться. И к чему я пришел? Буквально через месяц я понял, что набрав своих 100 подписчиков, или там набрав своих 100 друзей, я вижу с сумасшедшей скорости несущуюся ленту новостей. От них новости эти, все, что они публикуют, допустим, попадает на мою ленту, и эта лента движется с сумасшедшей скоростью, попытки остановить ее ни к чему не приводят. Мало того, на этой ленте одно и то же. То есть практически 99% пользователей перепущивают одно и то же. Какая-то интересная новость залетела, значит, будьте уверены, что если у вас 100 человек в друзьях, то вы 99 раз эту новость увидите на ленте, от каждого из них. Поэтому тут выбирать, либо перепущивать, либо самому эти новости забрасывать. Я выбрал второй путь, потому что у меня есть мнение, иногда оно отличается, иногда совпадает, но оно мое. И это мнение интересно. Как только я начал публиковаться, число моих подписчиков начало расти в геометрической прогрессии. То есть первую тысячу я набрал буквально за неделю, а дальше пошло-пошло. Сейчас это уже десятки тысяч. Это люди, которые читают, которые на меня подсели, которым интересно мое мнение, которые комментируют. Мало того, на меня сейчас вышли уже СМИ всевозможные. Я уже веду свой блог на радио «Комсомольская правда» по воскресеньям, в котором я уже озвучиваю свои посты, свои комментарии, плюс подключаю еще каких-то людей. Меня сопригласили. То есть идет автоматическая вот эта вот реакция. Любой человек, который пишет, сам интересен. И вот если вы возьмете в сетях, увидите какое-либо имя, посмотрите, сколько у него друзей и подписчиков, и сразу поймете, если на него не подписывается никто, значит, читать у него нечего. Он перепущивает то же, что и все. Даже если он суперактивен. Даже если он по 10 публикаций делает в день, но если в них нет ничего интересного, ты просматриваешь их и пролистываешь. Потом включаешь, наконец, кнопку «Отменить подписку», потому что я от этого человека перестал вообще что-либо получать. Я это все вижу в новостях, мне это сказали по телевизору. Зачем мне эта новость еще и от него? Когда я подаю эту новость, я ее подаю, пропускаю ее через призму моего восприятия. Плюс с моими комментариями, плюс подача идет уже в том изложении, которому мне это надо. Под тем соусом и с определенным отношением, которое тоже интересует людей. Как я к этому отношусь? Если они считают меня человеком умным и способным оценить адекватно, то им интересно, потому что потом они мое мнение будут тиражировать. И вдруг начинается, буквально через полгода, после того, как я зарегистрировался в сетях, мне пошли звонки, можно ли мы будем использовать вашу информацию, допустим, в «Московском Саморском», «Московская правда» и так далее. То есть куча всяких разных изданий, интернет-порталы. Можно мы будем брать? Я говорю, пожалуйста, заходите, все в открытом доступе. И вдруг выясняется, что это тут же моментально, допустим, на «Эхо Москвы» взяли, перепостили. Я звоню туда, мне сообщают, знаете, взяли вашу вот такую-то публикацию, и она попала в наш топ-лист. Я говорю, сколько? Он говорит, 100 тысяч человек сказали, что это хорошо. Я говорю, ребята, это много или мало? Он говорит, ну, вот перед вами был такой-то там, известно, у него 10, у вас 100. Значит, публикация эта находит отклик, и мы будем брать. Я говорю, пожалуйста, берите. Но вдруг выясняется, что поляризация общества все-таки продолжается. Она раскалывает общество и разводит его все дальше на разные полюса. И вдруг выясняется, что есть какая-то вот либеральная она себя называет, пятой колонной, как угодно вы ее называете. И есть, допустим, аропатриотическая часть. Это два разных полюса. И вот если вы дальше начнете сближаться, вдруг посередине получится лоза, который как бы вот сидит. Я либерал в определенной степени, и я патриот тоже в такой же степени и патриот. Я не могу сказать, что мне все нравится в нашей стране. Я пишу очень много негатива, которое попадает на «Эхо Москвы». У меня будет на дожде, вот сейчас я готовлю какой-то круглый стол, на дожде, потому что их тоже интересует мое мнение. Очень много моих публикаций попадает в их, например, в струю. Но в то же время у меня столько же публикаций попадает в патриотический блок. Я за Россию, я поддерживаю все нормальные конституционные реформы, я вижу позитивные шаги, и я считаю, что Крым наш. Я там только что был, и я говорю, ребят, ну так случилось опять же. Вы можете это обсуждать с любой точки зрения, но констатация факта, допустим, есть простая констатация факта, 96% поддержали. Они могут быть кем угодно, но это наш народ. Знаменитая история, когда один из приглашенных на банкет, Сталин устраивал всевозможные вечера, банкеты, встречи с деятелями разными. Я не помню, о ком это было, когда человек, на вопрос, обсуждалась какая-то тема, и он Сталину говорит, человек, ну что поделаешь, ну народ такой. И Сталин ему говорит, вы знаете, у меня другого народа для вас нет. Ну человек сел и обосрался. Ну это такая история. Но она очень показательная. Если Сталину это приписывают, было это или нет, но это показательно. Но нет другого народа. Давайте работать с этим. Если 96% считают так, они не могут быть все 96% дураками.